Всем привет! Собрал новые интересные события, новости и заявления. Поговорим о Германии, событиях, пособиях, заявлениях, беженцах, ЕС, НАТО, ядерной обстановке и о интересных моментах. Так что подписывайтесь на канал, кнопка подписаться внизу под этим видео, поделитесь ссылкой на этот ролик в ваших соцсетях и давайте к делу. Итак, в Германии правительство намерено лишать права на родительское пособие Эльтергельд семьи, чей доход превышает 150 тысяч евро в год. Планы правящей коалиции подтвердила министр по делам семьи Лиза Пауз. Дата, с которой планируется нововведение, пока не сообщается. Предположительно, новое правило принесет ущерб около 60 тысячам семей. По словам Пауз, все ведомства, в том числе и ее, должны были сэкономить в бюджете 2024 года. В этой ситуации она решила не урезать пособие, а посмотреть, как это можно сделать социально-политически сбалансированным образом. Решение о сокращении количества получателей родительского пособия было раскритиковано целым рядом организаций, включая Федерацию профсоюзов Германии. Это бессмысленное предложение, которое наносит ущерб в том числе равенству между женщинами и мужчинами, заявила вице-президент Федерации профсоюзов Германии Эльке Ханнек. По словам Фридриха Мерца, лидера Христианско-демократического союза, планы заметно ограничивают возможности многих семей, особенно в крупных городах с высокой стоимостью жизни. А заместитель председателя партии «Альтернатива для Германии» Марьяна Хардер-Кюнель говорит, что министерство по делам семьи могло бы сэкономить в других областях. Кстати, как пишет Тагас Шау, начиная с понедельника, петиция, которая называется «Нет отмене родительского пособия», за короткое время уже собрала более 300 тысяч подписей. А тем временем канцлер Германии Олаф Шольц в ходе своего выступления в парламенте, как пишет Спигель, поддержал сокращение родительских пособий в стране с целью экономии. По оценке Шольца, порог совокупного дохода в 300 тысяч евро в год – это очень много. Поэтому, согласно заявлению канцлера, такая калибровка пособий в снижении этого порога до 150 тысяч евро является разумной и позволит сэкономить бюджетные средства. В итоге, как отмечает издание, некоторые депутаты Бундестага обвинили после этого Шольца и правительство в невыполнении своих обещаний по защите детей. В общем, критики очень много, так что и вы не забудьте сказать свое мнение в комментариях под видео, что вы думаете по поводу отмены этого пособия. Дальше, еще одно заявление канцлера Германии Олафа Шольца касательно пенсионного возраста. Канцлер пообещал, что пенсионный возраст в Германии к 2031 году повысится до 67 лет, но дальнейшего повышения не должно и не будет. Шольц пояснил, что у каждого, кто заканчивает школу сегодня в возрасте 17 лет, впереди 50 лет, и это дальний путь. Поэтому Шольц счел необходимо внести ясность и заявил, что дальнейшего повышения пенсионного возраста не будет и не должно быть. Это было бы безответственно. Кроме того, ХДС недавно предложил отменить пенсии в 63 года. Канцлер также отверг эту идею и подчеркнул, что если кто-то, кто долго и упорно работал, может выйти на пенсию немного раньше без вычетов, то это справедливо. Пенсия в 63 года положена, кто особенно долго был застракован и платил взносы не менее 45 лет. А уравнение пенсии в Восточной и Западной Германии с 1 июля Шольц назвал великим моментом и подчеркнул, что Германия стремилась к этому долгое время. И тот факт, что удалось сделать это раньше, чем ожидалось, является хорошим знаком для единства страны. А тем временем в Германии предложили принять Украину в НАТО по частям. Председатель Комитета парламента Германии по внешней политике Михаэль Ротт предложил немного расширить толкование договорной основы членства в НАТО. По его мнению, не стоит ставить условия для приема в НАТО идеальный мир на территории всей Украины. Те части Украины, которые находятся под надежным контролем демократического киевского правительства, должны быть как можно скорее включены в состав НАТО. По словам Рота, обязательство по оказанию помощи в соответствии со статьей 5 должно также применяться к соответствующим областям, но еще не распространялось бы на другие области Украины. И что каким-то образом нужно выбраться из дилеммы, связанной с необходимостью откладывать членство в НАТО на бесконечный день. Следующая новость. В Украине министерство по вопросам реинтеграции опубликовало данные о том, сколько европейские страны уже потратили на беженцев из Украины. По оценкам Кильского института мировой экономики, правительство европейских стран выделили на беженцев из Украины уже более 43 миллиардов евро. Такие расходы включают денежные выплаты, предоставление жилья, медицинскую помощь, образовательные услуги, а также обеспечение продуктами питания и средствами первой необходимости. Отмечается, что среди принимающих украинцев европейских стран наибольшую сумму средств потратила Польша, а именно более 12 миллиардов евро. На втором месте по этому показателю оказалась Германия. Ее расходы на украинских беженцев достигли почти 11 миллиардов евро. Дальше. Тревожная информация касательно Запорожской АЭС. Как пишет издание Sky News, из-за риска российского теракта на ЗАЭС, гражданские начали выезжать из региона вокруг станции. Усилению тревоги способствовали российские заявления в блоках о том, что украинцы планировали атаковать станцию. А когда россияне обвиняют украинцев в подготовке к чему-то, это часто является признаком того, что они сами собираются это сделать, как все видели в случае с Каховской дамбой. Добавляет издание. Также источники издания Sky News отмечают, что часть российских войск была выведена с территории станции в последние дни. А на сайте Международного агентства по атомной энергии появилась информация, что эксперты МАГАТЭ запросили дополнительный доступ, необходимый для подтверждения отсутствия мин или взрывчатых веществ на объекте. В частности, необходим доступ к крышам реакторных блоков 3 и 4, а также доступ к частям машинного зала и некоторым частям системы охлаждения на станции. И последняя новость. Президент США Джо Байден настаивает на том, чтобы после окончания полномочий Йенса Стоунберга, следующим генсекам НАТО назначили нынешнего президента в Еврокомиссии Урсулу фон дер Лайн. По данным издания «Телеграф», США отдавали предпочтение Урсуле после отклонения кандидатуры министра обороны Великобритании Бена Уоллеса. Отмечается, что президент США во время дискуссий относительно приемника Стоунберга пытался убедить Урсулу возглавить НАТО. И хоть президент Еврокомиссии ранее заявляла, что для нее большая честь быть включенной в список потенциальных преемников, однако ее пресс-секретарь заявил, что она не готова к этой работе ни сейчас, ни в будущем. Вот такие новости на данный час. Давайте теперь обсудим все эти события и новости в комментариях под видео. Уверен, что вам есть что сказать. Подписывайтесь на канал, кнопка подписаться внизу под этим видео. Спасибо всем за просмотр и за внимание. Берегите себя. До новых встреч. Пока-пока.